Девчонки, всем привет! С вами Карина. Я рада видеть вас на моем канале. Сегодня, как вы поняли уже из названия, я сниму обзор, тест-драйв, как угодно можно назвать это видео, про тушь Maybelline Flash Sensational. Да, я немного, конечно же, запоздала с таким обзором, но я хотела бы поделиться с вами моим личным мнением. Тушь покупала сама, так что мнение будет мое, непредвзятое, можно так сказать. Я уже снимала на новиночку Maybelline Push Up Drama. Кому интересно, можете где-нибудь сейчас или подсказка вылетит, или по крайней мере под видео точно появится это видео, найдете ссылочку. Можете перейти посмотреть. Я рассказывала, насколько она мне понравилась, в чем она мне понравилась, в чем она мне, какой эффект она дала моим ресницам. Так что все подробности там. Но, конечно же, сейчас я не могла не купить, я не могла не протестировать вот эту вот тушь, которая настолько знаменита на YouTube, настолько знаменита у всех, наверное, у каждой второй девчонки, если не чаще, да. Так что оставайтесь со мной и продолжайте смотреть, если вам это интересно. Наверное, расскажу, как выглядит эта тушь, какая кисточка и так далее. Для тех, кто еще сомневается, покупать ее или не покупать, не знает, как она выглядит, либо по каким-то причинам, ну, не видели, возможно, обзор. Так что, для вас сейчас. Розовая такая упаковка, очень приятная на ощупь. Кстати, с обратной стороны упаковки здесь нарисована сама вот эта кисточка, она заявлена, как назвать, по-моему, верная кисточка. И читала, когда я информацию, там написано, что в этой кисточке 16 разных вот этих вот щетинок. Кисточка силиконовая, и она получается изогнутая, то есть как полумесяцем. Но вот именно где сторона с более короткими щетинками, там вот она как-то смотрится, если присматриваться, то она почти что ровным таким срезом, да, идет. И, конечно же, где вот эта вот сторона, получается, здесь щетинки сами, самые короткие, и дальше они длиннее, длиннее, длиннее. То есть вот на этой стороне, которая как бочонок, да, уже идет полукругом, то здесь и, соответственно, самые длинные щетинки. Кисточка от Maybelline Lash Sensational мне чем-то напомнила кисть от Benefit, тушу Roller Lash называется. То есть практически так же она выглядит, только у Benefit она чуть-чуть поуже. Ну, а в принципе, мне кажется, действие то же самое. Тушь изначально, она супер жидкая, но она не такая жидкая, что ею красить абсолютно невозможно. Нет, ею возможно было красить, но эффект ресницам она придавала такой... Знаете, вот когда вы на бегу краситесь, и вам быстренько просто взмахнуть кисточкой, ничего вокруг не испачкать, чтобы не было ни комков, чтобы вам ресницы не склеило. Это вот такой эффект изначально. Далее я ее пользуюсь, наверное, в течение четырех недель, где-то так. Я ее уже раскрасила, я ее уже поняла, я пробовала кисточку и так держать, и по-другому, и переворачивать. Изначально я не видела никакого эффекта, что вот она именно разделяет ресницы, вот так, что супер, и чтобы они такие веерные прям были. Нет. И мне подсказали, что держать кисточку нужно как бы боком, да, вот таким образом. То есть не самыми короткими щетинками к ресницам, не самыми длинными, а именно вот как бы боком, да, ребром. Тогда я стала так пользоваться, и да, я приноровилась как-то, и мне стало более удобно и более легко накрасить свои глаза. Сразу хочу сказать, что тушь прокрашивает, начинает за счет коротких щетинок тушь, начинает прокрашивать ресницы от самых корней, и если мы медленно ведем щеточку по ресницам, то, конечно же, они постепенно начинают прокрашиваться, да, то есть без всяких комочков, без склеивания. Насчет того, что, насколько вот объем, да, если она даст ресницам, у меня, как я уже говорила не раз, что у меня ресницы не объемные, они у меня, да, длинные, поэтому длина у меня как бы сразу подчеркивается. Насчет объема, мне нужно все-таки накладывать несколько слоев, два, три, и чем быстрее, тем лучше, чтобы они у меня не успели высохнуть. Объем получается, но как бы он не такой, как, например, от Push Up Drama. Push Up Drama мне, по-моему, лучше все-таки подходит, а это такая у меня, ну, как бы походная тушь, когда быстро-быстро нужно собраться, либо на улицу просто, на пляже, не знаю, куда я на бассейн иду, тогда, ну, просто, чтобы подчеркнуть именно цвет ресниц. Тогда, да, она мне как бы выручает такая тушь. Минус, да, у Push Up Drama был, то, что когда вы краситесь, и если вы сразу открываете глаза, то есть тушь может отпечататься на верхнем веке. Это же нет, у нее такого нет, то есть она не отпечатывается, ну, если, конечно, так сильно не хлопать глазами, да. В общем, у нее такой проблемы нет. Сохнет она быстро, она подсыхает, да, на ресничках. Кто-то говорил, что она быстро смывается, да, вот когда вот умываетесь. У меня почему-то наоборот. У меня Push Up Drama, она быстрее, легче смывалась. Это нет. Мне вот для этой туши нужно больше времени, чтобы ее смыть. Тем более я, если смываю не мицеллярной водой, а когда просто гелем для мбаня, тогда еще дольше мне нужно просто это делать. И, конечно же, сверху потом подтирать мицеллярной водичкой. Итак, сейчас я, да, макияж себе сделала такой по-быстрому, легенький и светлый, чтобы можно было увидеть эффект, как красит эта тушь. И сейчас будем вместе с вами красить мои ресницы. Начинаю я с верхних ресниц и кисточку, вот как я говорила, я буду держать вот таким образом, да, то есть как бы под диагонали, ну не под диагонали, как бы ребром. И начинаю просто медленными движениями, зигзагообразными, либо вот такими, да, либо просто прямыми я начинаю потихонечку прокрашивать. Реснички у внешнего уголка глаза я прокрашиваю вот так вертикально. Первый слой я нанесла и сейчас второй слой я наношу следом. Знаете, кстати, вот второй слой, когда я наношу, только это мне дает более-менее такой объем, который я хочу добиться. Если же один слой я оставляю, то, конечно же, реснички смотрятся очень так простенько, да, можно сказать. Оп, прикоснула кистью. Вот этот глаз, да, верхние реснички я уже прокрасила, я надеюсь, вам видно. И что я могу сказать, мне все-таки объема не хватает, единственное то, что реснички, они как бы действительно выглядят более распущенные, да, то есть получается и в эту сторону, да, смотрят и в эту сторону, то есть как веер, да, вот так раскрывает получается. Все-таки тушь Maybelline Pusha Drama, она приподнимает корни ресниц побольше, посильнее. Это же, ну как бы окей, но мне ее не хватает и не хватает интенсивности цвета, потому что у Pusha Drama цвет более, черный более интенсивный. Итак, давайте я прокрашу сейчас нижние реснички и посмотрим, как это выглядит. Кстати, нижние реснички удобно красить вот именно вот этой стороной, где самые маленькие щетинки. Таким образом, меньше варианности, что вы заденете нижнее веко. Нижние ресницы, она тоже подчеркивает и дает именно только цвет, но не объем. Да, они, конечно, вот как я смотрю, да, сейчас, что они больше как-то разделенные получаются, нежели с Pusha Drama, но я все-таки, наверное, люблю вот этот сейчас тренд, который идет такие типа паучьи лапки, потому что мне нравятся, когда больше такие, когда более яркие ресницы и когда они выделяются. Так, ну что ж, накрасила я этот глаз. Как вы думаете, мне в итоге, если вы смотрели то мое видео, да, с Pusha Drama, либо этой тушью, вот сейчас я накрасила, как вам больше нравится, напишите мне в комментариях. А я сейчас за кадром накрашу вот этот второй глаз и посмотрим общим планом. Итак, ребятки, девчонки, смотрите, накрасила я оба глаза, как вам эффект? Мне говорили, что мне больше идут, когда у меня реснички более разделенные, да, нежели когда они такие типа яркие, как бы паучьи лапки. Но у каждого, наверное, свое мнение, у каждого свое представление о красоте, кому как идет, кому как больше нравится, у кого какое настроение даже. Мне, например, иногда хочется, чтобы ресницы были более разделенные, более такие естественные, был подчеркнут просто цвет, длина, да. А иногда мне хочется, чтобы был такой эффект драмы, чтобы были более яркие ресницы, более яркие глаза. Но, опять же, это, конечно же, все зависит от того случая, куда я собираюсь. А в данном случае, как мне вот сейчас, да, я смотрю в камеру, в зеркало, мне кажется, реснички действительно более разделены, смотрятся более естественно, нежели с пуш-ап драмой. Причем я наложила сюда два слоя, или три, или два, не помню уже. Нижние ресницы, кстати, у меня накрашены в один слой. Нижние, да, они смотрятся как-то более такими естественными. Ну и сами, в принципе, верхние ресницы, они не дают такого праздничного, как бы, макияжа, не дают такой выразительности глазам, на мой взгляд. Хотя тушь, она, да, она неплохая вроде бы, но, как бы, такой, ну, такая средненькая, то есть, можно, конечно же, найти лучше. Дикого восторга у меня от нее, конечно, нет, да, она окей, она бюджетная, она неплохая, она, а ею легко, в принципе, при нервовице ею легко прокрасить ресницы, то есть, не нужно сильно заморачиваться, что она отпечатается и так далее. Но особо такого огромного восторга нет, она у меня, конечно же, не вызвала. Вы сами видите, да, сейчас, как смотрятся ресницы, то есть, как сейчас, так. В принципе, прокрашены они, получается, более-менее, да, от корней, как я смотрю, но они не смотрят у меня строго вверх, то есть, они у меня не приподняты. А сами ресницы я не подгибаю щипцами, я не знаю, у меня нет такой привычки. Ну, не знаю, у меня как-то, ну, окей, но не такой дикий восторг. Итак, девочки, надеюсь, вам понравилось мое видео, и вам понравилась моя демонстрация вот этой туши именно в работе, да, на моих ресницах, на моих глазах, как это все выглядит, как смотрится, как наносится. И насколько быстро, в принципе, беспроблемно наносится эта тушь, в этом огромный-огромный плюс. В зависимости от эффекта, который вы хотите достигнуть, в зависимости от того, что вы любите, как вы любите, чтобы были накрашены у вас ресницы, то есть, настолько и понравится, либо не понравится вам эта тушь. Например, если сравнивая, опять же, повторюсь, пуша в драма, мне пуша в драма больше подходит, она мне как-то, ну, не знаю, больше подходит моему внутреннему, наверное, состоянию, чем вот эта. Вот эта, да, она неплохая, она хорошая, никаких нареканий, в принципе, нет, у нее есть очень много плюсов, но не дает того, что я хочу от туши, не конкретно от этой, а вообще в принципе. И, возможно, я ее куплю еще раз, когда мне захочется, ну, такой универсальной, быстрой туши, да, если так сказать. А, возможно, я не куплю ее, возможно, я попробую еще какую-нибудь новиночку, и, да, если у нас появится на нашем рынке косметики. А, насчет пуша в драме, да, я, безусловно, могу сказать, что я ту тушь точно куплю. Эту, ну, может быть, да, может быть, нет. То есть, это, знаете, такая тушь, например, как пудра, да, она у вас, пудра есть, она у вас закончилась, если она вам нравилась, вы ее купите опять. Если вы найдете что-то новенькое, вы, возможно, и купите что-то новенькое, то есть, вы не привязаны к одному продукту. Также у меня вот с этой тушью. Сейчас я с вами хочу попрощаться, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр и пока-пока!